девчонки всем привет сегодня наконец-то я записываю это видео которое давно уже хотела для вас записать сегодня я хочу вам рассказать о новом бренде наверное набирающим популярность бренде называется он дженни глу как вы можете видеть хочу поделиться своим мнением своим впечатлением я уже им пользуюсь месяц но более развернутое у меня мнение будет о этом парфюме мимоза и кардамон который наверное один из самых популярных стал из этой серии наиболее продаваемый я думаю это будет очень актуально сейчас на весну давайте начнем заказывала я его за собственные средства это не реклама просто хочу поделиться впечатлением потому что мне он очень понравился заказывала я его на сайте на тянется зад у нас в чехии введите в google на тина на официальном сайте на тина возможно есть доставка я знаю точно в россию не доставляют может быть есть доставка и вы тоже можете заказать себе приглянувшийся вам парфюма пришел парфюм вот такой вот упаковки упаковка довольно обычная хочу сказать особо не примечательно ставлю ее пока здесь на упаковке даже есть бачкод видите написано fragrance made in france и не знаю где их на самом деле производит я читала что это арабская парфюмерия но основательницами этого бренда являются две сестры которые живут в норвегии в общем правда не добьешься но это не столь важно знаю что эта серия была выпущена и разработана и выпущена к каналу джима скажу как есть честно джима на меня нет я не могу сравнить это с оригиналом но если это дешевая парфюмерия если это если этот аромат звучит дешево если этот аромат ну вот прям откровенно дешево не интересно плоско я скорее всего таким пользоваться не буду мне это неприятно не нравится я сейчас ничего не пропагандирую и ничего против не имею высказывая лишь свое мнение я себе заказала мимозу и кардамон а для мужа я заказала сандалу знаете что интересно написано что мимоза и кардамон якобы идет в концентрации одеколон но на упаковке мы можем видеть написано воды парфон не знаю как то как это понимать я не знаю но на одеколон он точно не тянет хочу сказать что я им пользуюсь каждый день месяц уже он довольно стойкий довольно красиво звучит сначала у нас идет верхняя нота это кардамон сердце это идет сердце мимоза и база идет бобы тонко я сейчас нанесу на ботов найти сам флакон стеклянный довольно тяжелый увесить здесь такое добротное стекло 80 миллилитров у меня он еще шел по моему если я не ошибаюсь именно этот парфюм я буду называть его парфюмом потому что он для меня не одеколон никак вообще само здесь оформление кстати наклейка вот такая вот будет обычная под крафтовую бумагу точнее даже под акварельную такая фактурная распылитель довольно приличный на крышечка у нас написано стерлинг здесь дженни glow так с виду он неплохо выглядит видны все отпечатки и даже я в общем все видно зеркально но в принципе довольно неплохой вообще если я вам скажу цену в конце то все это просто нивелируется это вообще ни о чем учитывать учитывая качество это вообще все ни о чем девочки вадима сейчас нанесем его на блатер полюбилизатор довольно неплохой но вот я сейчас снимала предыдущие видео меня подвел потому что я нанесла парфюм на себя видимо довольно крупная капля попала на меня и я надела футболку и просто сидела такая как с медальоном с пятном на груди не заметила на снимала я на полчаса а потом а потом просто сметила что у меня на самом видном месте но ну как пятно она такое довольно заметно и знаете что там уж греха то есть поэтому осторожно наносит и лучше на тело и пахнет он вкуснее наверное раскрывается ну по крайней мере на мне тоже на теле вот пришло у нас буквально там сколько 30 секунд 40 к я рассказывал вы знаете на бумаге он пахнет не так на бумаге у него какой-то довольно неприятный аромат когда он пришел кстати и один и второй парфюм тоже тестировала сразу на бумаге боясь нанести его на себя вдруг не понравится потому что заказывала я его без затестов слепую по наводке одного блогера по наводке в смысле не эти два парфюма а то есть такой бренд очень бюджетный и захотелось мне тоже попробовать я выбрала я посмотрела пирамидку посмотрела что есть в наличии и заказала себе то что вот мне хотелось и не прогадал по крайней мере вот с мимозой знаете объективно на бумаге не могу сказать сейчас абсоргируясь от этого все-таки скажу как на самом деле я чувствую когда он на мне когда его наношу в первую очередь я слышу не как заявлено в пирамиде верхние ноты кардамон а я слышу явную травянистую довольно знаете не прям вот свежую а мимозу которая вот немного уже постоит немного подсохнет но красивую мимозу потом когда это уже наверное буквально по прошествии наверно буквально 10 минут если я наношу на тело и вот я слышу уже такую более пряную сладковатую сладковатый пряный аромат кардамона с мимозой но уже такой приглушенный красивый и по прошествии наверно уже трех четырех часов он красиво звучит уже добавляется такая сладость бобов тонко и кардамона и только у него просто ошеломительная я могу сказать что он держится более десяти часов это точно одно распыление меня наверное все таки холодная кожа на мне они как-то вот слишком не трансформируются не слишком раскрываются прям я приблизительно могу понимать насколько парфюм на мне может раскрыться поменяться и вот на мне они приблизительно всегда звучат так же как его флаконе то есть я знаю чего от них ожидать плюс парфюм очень красиво мне уже делали комплименты спрашивали а что это так пахнет что это за аромат такой это парфюм сейчас это вообще как нельзя кстати весенний аромат мне кажется и летом я буду им пользоваться потому что да такой универсальный мне кажется зимой даже можно было видимо конечно можно что-то послаще потеплее у меня есть и другие парфюмы на эти случаи но он очень красивый аромат это унисекс и один и второй у них по моему вся линейка если я не ошибаюсь унисекс я не могу сказать как он звучит на мужчине потому что моего мужчину говорить ну то чтобы нанести вообще какой-либо парфюм это просто катастрофа это 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 нереально сделать я вам предлагала мне было интерес послушать но никак а мне вот очень интересно как он будет звучать на мужчине но все же я придерживаюсь этого мнения что для меня это более женские но я бы послушала как он звучит на мужчине в базе в сердце я думаю что тоже будет красиво одежда пахнет знаете что удивительным этот парфюм держится на шерстяных свитерах у меня вообще все парфюмы держится на шерстяных свитера свитера из меринос натуральной шерсти они очень хорошо держит ароматы даже не очень стойки а вот на верхней одежде он кстати не держится у меня почему-то значит это очень бюджетная парфюмерия цена его была на тот момент когда я выбрала месяц назад я вот сегодня только что зашла на сайт проверила цена осталась прежней на парфюмы вообще из всей линейки цена 360 чешских крон и курс евро у нас 25 крон евро 1 евро 25 крон вот считайте цену это очень дешево просто неприлично дешево я считаю для такого качественного парфюма он не пахнет дешево абсолютно хотя я думала хотя я этого боялась теперь я вот хочу мечтаю для мамы купить она вот когда-то помню хотела себе с мимозы она обожает мимозу просто и хотела себе парфюм с мимозы ей бы понравился но здесь такой момент теперь что его не купить на сайтах именно он распродан его не в маленьком размере не купить не в таком и знаете по моему если я не ошибаюсь он вообще в маленьком от имена мимоза кардамон в маленьком размере не идет но если у вас есть возможность его приобрести приобретайте не пожалеете правда очень красивый парфюм такой легкий ненавязчивый знаете я бы даже сказала что и в офис можно его он такой толерантный дипломатичные сдержанные довольно но при этом мягкий сладковатый красивый сладость это не такая вот фруктовая какая-то сладость а вот немножко пряная такая красивая я уже тысячу раз сказала слова красивая но это вот наверное это слово которым я могу охарактеризовать парфюм потому что он действительно мне очень понравился давайте перейдем к другому парфюму это вот такой вот сандал вот 30 миллилитров пришел он вот такой вот крафта в упаковке что у нас по пирамидке значит верх верхние ноты фиалка листья бергамота что меня уже наталкивает на фиалка это какая-то сладость это какая-то нежность легкость но при этом же листья бергамота листья бергамота дают наверное какую-то некую 3 травянистости пряности а так думаю я не знаю не нюхала листья бергамота сердце корень ириса ирис если я не ошибаюсь тоже сладость дает такую красивую бархатную сладость какую-то такую в моем понимании и ноты базы у нас идет кедр и мускус мускус я вообще люблю в ароматах очень тип аромата ароматический древесный здесь у нас клопачок кстати поаккуратнее сделан ведь здесь больше повезло флакон стеклянный с темного стекла сейчас я буду обонять именно из флакона и что я чувствую попытаюсь описать что я чувствую ну вот этот парфюм я вижу на мужчине вот прям конкретно на мужчине не мне кажется даже женщинам которые пользуются такими знаете слишком такими тоннами восточными какими-то тяжелыми парфюмами мне кажется он не очень подойдет вот для меня это мужской аромат никак не унисекс вот два абсолютно противоположных аромата оба идут унисекса есть какая-то немного сладость я думаю что это как корень ириса наверное есть такая древесность кедр может быть но мускусы я если честно не слышу для меня этот аромат плосковатый я не могу его сейчас на описать когда вот объективно и чтобы вам было понятно чем он пахнет но нет каких-то ярких нот он такой если его послушать уже в нотах базы и не на бодре она кожи либо же на одежде то он очень издалека напоминает какие-то про мелька вот там где-то такие помадные нотки но это наверное либо корень риса такую дает замыленость я не знаю честно девочки я думаю что об этом парфюме должно какое-то сложиться субъективное мнение об этом и что мне сейчас сложно рекомендовать сказать что мне не понравилось или понравился субъективно в принципе парфюм красивый но если честно для меня он полный плосковат он такой простоват плосковат я его пробовала носить на себе на одежду наносила и на кожу наносила на коже он более красивый на одежде я вот прям один одно распыление я прям чуть не задохнулась у меня начала болеть голова я стала чувствовать себя не очень хорошо это нормальная реакция для меня если мне просто мне очень нравится я не буду на себе носить вот есть люди носят парфюмы которые и мне нравится я вот просто не могу носить потому что у меня начинается плохое самочувствие я очень избирательно в этом плане по стойкости не могу сказать муж его так кстати не нанес он сказал пахнет церковью ему но он его так и не нанес даже просто разносить попробовать на блотере его послушал но я вам скажу на блотере совсем по-другому не поддавайтесь это обманчивое впечатление если есть желание если вы любите более такие более таки тонны и парфюмы древесные были такие древесные тонны и парфюмы то можете попробовать естественный вопрос у меня назревают где здесь сандал сандал это в пирамиде нет или я чего-то не понимаю если кто-то может мне объяснить или кто-то пробовал или какую-то другую пирамиду может быть где-то более полного встречал напишите мне пожалуйста на нотину вот именно такая пирамида сандала там вообще и не пахнет этот парфюм стоил 180 крон по моему вот считаете перед емкой видео я заходила на сайт и половина парфюмов наличие видимо кто уже скажем так разнюхал эту тему разобрали самые популярные парфюмы которые которые есть в этой линейке поэтому спешите ухватить если еще у вас стране это можно найти купить я бы хотела себе приобрести и возможно приобрету еще себе пион ну и в принципе наверное из этой линейки меня больше как-то особо посмотрю может быть еще что-то куплю я видела на ю тубе есть же отзывы на некоторые парфюмы но очень мало что хочу сказать резюмирую пробуйте это очень бюджетно и очень достойно кто пробовал сравнение и жамал он говорят что очень похоже и очень достойное качество меня вот такое мнение сложилось именно об этих парфюмах конкретно мое субъективное кто пробовал пишите в комментариях как вам то вам понравилось я буду заканчивать потому что мой сосед уже решил поиграть нам из гитаре вот он зафиналил мое видео и сделать мой день поэтому я на концерт а вы девчонки на сайт попробуйте напишите в комментариях понравилось вам или нет какое впечатление сложилось как на вас он стойкий не стойкий ставьте лайки пишите комментарии и до встречи в следующих видео всем пока а